Музыка Музыка Вот пришла также вода, вот как ушла вода, и вот что осталось после того, как ушла вода. Вот она была здесь, вот палки вниз, вот, пожалуйста, значит, и диван там, все это, наверное, мокрое. Поселок Каштаг, дачные кооперативы недалеко от центра Читы. Начался сезон огорода, сегодня жизнь в кооперативах кипит. Вернулись дачники. Их отдых омрачило одно событие. В ночь с 18 на 19 мая в дома пришла вода. Проснулись, услышали, что-то журчит. Муж соскочил, побежал смотреть. Думали, септик, наверное, может быть, мало ли что, всякое бывает, оттаял. Все. А оказывается, вышел и закричал, что нас топит. Вода уже была на крыльце. И буквально через пять минут она начала заходить в дом. Начала из подполья, подполья доз эти, тяжелые же, ведь они все-таки укрытие, это крышки. И вот они уже начали подниматься, и все. И мы тут в панике, конечно, были. Ну, хорошо, позвонили сыну, потому что у нас даже, извините, элементарных под руками сапог не было, больших. Вода очень быстро прибыла, ледяная. Еще неизвестно, какие последствия были после прошлого образца. И, наверное, еще. И все, и прямо вот кипело. Теперь в доме Трухиных стоит ил, песок и грязь. А еще топится печь. Но с помощью нее просушить дом не удастся. Приехали сотрудники ГОЧС. Они начали откачивать воду из подполья. Дозвониться до администрации города не удалось ни нам, ни жителям. Вызываемый абонент не отвечает. Перезвоните позже. По информации жителей, вода пришла не из реки. Неподалеку от ручьяка есть другой дачный кооператив. Там находятся ледники, которые начинают таять каждую весну. И этот кооператив подтапливало. Чтобы отвезти воду от домов, администрация приняла решение сделать канаву. Председатель ДНТ «Ручеек» объясняет. Канава появилась несколько лет назад для того, чтобы сбрасывать со всех кооперативов, которые вдоль канавы этой прорытой идут, чтобы вода уходила в реку в Чита. В прошлом году ее угубили. Но у этой канавы есть проблема. Она не прямо уходит в речку, в Чита. Она делает поворот и потом только через трубы уходит в реку. Трубы маленького диаметра. И они не справляются с таким потоком воды. Причиной подтопления стала не стихия, а чья-то невнимательность. Может, жители не предупредили, а может, и администрация не спрашивала. Теперь в домах откачивают воду и будут подсчитывать ущерб. Жители через нас обратились к администрации. Они просят властей приехать и постараться решить проблему.